Добрый день уважаемые трейдеры вас приветствует компания winoption signals и сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов cluster trader system данная стратегия изначально создавалась для рынка forex но индикатор который в нее входит легко подойдет для торговли бинарными опционами стратегия основана на уровнях спроса и предложения которые индикатор отмечает на графике также данный индикатор отмечает и фазы тренда или флета генерирует сигналы на графике что делает стратегию универсальной и подходящей для торговли как в тренде так и во флете также обратите внимание на то что данная стратегия продавалась и продается за 50 тысяч рублей но с нашего сайта и и для ознакомления можно скачать бесплатно изначально может показаться что в стратегии cluster trader system присутствует несколько индикаторов но на самом деле это не так и все эти индикаторы входят в одну систему под названием trend trader system а если говорить проще то они просто объединены в один индикатор и поэтому настроек в данном индикаторе довольно много и давайте рассмотрим каждую из них по порядку сразу хочется отметить что все настройки в данном индикаторе на русском языке единственное что может быть непонятно это за какой индикатор отвечает определенная переменная настройки которые не относятся к работе индикатора также визуальные настройки мы пропустим и начнем с первого параметра под названием mtt который относится к гистограмме в подвале показывает данный индикатор направление тренда и зеленый цвет говорит о том что тренд направлен вверх красный цвет говорит о том что тренд направлен вниз а желтый цвет говорит о флете и в настройках можно включить или отключить данный индикатор также включить фильтрацию трендов и также включить алерты фильтрация трендов изначально отключена и на самом деле данный параметр особо ничего не меняет поэтому его можно не использовать а А алерты позволяют понимать, когда поменялся тренд. Следующий параметр относится к стрелочкам на графике, которые обозначаются словами TC, Buy или Sell. И эти стрелочки в стратегии являются основными сигналами, но об этом поговорим чуть позже. И в данном случае их можно включить или отключить. Также включить алерты. Функция стоп-лосса относится только к форексу и не применяется на бинарных опционах, поэтому она отключена. А параметр текстовых меток на графике относится к самим стрелочкам. Далее можно поменять размер стрелок, также указать новые цвета и далее указать размер текста и отступ текста в пипсах. Следующий параметр относится также к стрелочкам, но уже с подписью TCC, Buy или Sell. Их также можно отключить. Настройки второй группы должны быть включены, так как они относятся к первому виду стрелочек. Следующие настройки являются точно такими же, как и в предыдущем случае. И далее переходим к следующему индикатору. Индикатор RPI это зоны спроса и предложения на графике, которые обозначаются красным и синим цветом. При желании они также отключаются. Следующий параметр отвечает за отображение и можно использовать их как простые линии или как зоны. И если для вас более привычно, чтобы уровни выглядели как линии, то можно выставить параметр False и на графике появятся просто линии. Но зоны на наш взгляд намного информативнее, поэтому вернем их обратно. Оставшиеся параметры индикатора относятся к визуальным настройкам, а далее идут следующие настройки для уровней. Но данные уровни относятся к высоким таймфреймам и при желании их можно включить, но стоит отметить, что они не принесут какой-либо пользы в торговле бинарными опционами, так как будут появляться довольно редко. После того, как известно, за что отвечают какие настройки, можно поговорить о правилах работы по данной стратегии. Вестись торговля по данной стратегии может двумя способами, и один из них агрессивный, а второй консервативный. И в консервативном методе используются уровни, а также основные сигналы в виде стрелочек с подписью TC BY или SELL. И прежде чем перейти к рассмотрению обоих методов, стоит разобраться в том, чем отличаются между собой стрелочки в данной стратегии. И как уже говорилось ранее, стрелочки с подписью TC BY или SELL являются основными сигналами, а именно сигналами разворота. А вот стрелочки с подписью TCC BY или SELL являются коррекционными сигналами, которые чаще будут показывать именно коррекции, хотя могут быть и исключения. И возвращаясь к консервативному методу, используются в нем стрелочки только в виде основных сигналов с подписью TC BY или SELL. И опцион call покупается, когда на уровне появляется синяя стрелочка с подписью TC BY, а опцион put покупается, когда на уровне появляется красная стрелочка с подписью TC SELL. И обратите внимание, что и красные и и синие уровни могут использоваться в обоих случаях, так как могут становиться зеркальными при пробое. Экспирация в данном случае равна 10 свечам. Также обратите внимание, что не обязательно использовать подвальный индикатор тренда. Но если же сигналы для опционов call будут подтверждаться зеленым цветом, а сигналы для опционов put красным цветом гистограммы, то такие сигналы будут считаться намного сильнее. Следующий метод торговли является агрессивным и относится к турбо опционам с экспирацией в одну свечу. И в данном случае для покупки опционов call используются зеленые стрелочки с подписью TCC BY, которые появляются на любом из уровней. А для покупки опционов put используются красные стрелочки с подписью TCC SELL, которые также появляются на любом из уровней. Также при торговле по данной стратегии и с использованием обоих методов стоит проявлять гибкость, так как довольно часто сигналы будут появляться одновременно с уровнями, как в данном случае. Но обратите внимание, что до этого было образовано уже целых два уровня на данной цене, и поэтому данный сигнал является довольно мощным. И его можно использовать не только как агрессивный, а и как консервативный. То же самое относится и к опционам put, и обратите внимание на данный участок, где можно видеть, что данная зона является очень мощной зоной сопротивления. И поэтому цена очень резко реагирует на данные ценовые уровни и происходит мощный разворот. Чтобы более досконально изучить работу данной стратегии, ее обязательно стоит протестировать на демо счету. А при переходе на реальный счет, конечно же не забывать пользоваться правилами мани менеджмента и риск менеджмента. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!